Михаил Саакашвили, у меня к вам вопрос не как к главе Одесской областной государственной администрации, а как к президенту Грузии в недавнем прошлом. Вы прошли через войну. Вот президент Порошенко сказал, всё, в 2015 году Минские соглашения должны быть выполнены. А что будет 1 января 2016 года? Ну, во-первых, разговор о том, что, как говорилось, что Путин готовится возвращать территорию под контроль Украины. Я думаю, что это просто очень наивный разговор. Путин никогда никому ничего по своей воле не возвращал. Ему абсолютно не нужна эта территория, но он будет продолжать сидеть, как собака на сене, пока сама собака не сдохнет. И тогда... И поэтому рассчитывать на это не следует. Я совершенно согласен с моим другом Юрой Бутусовым, что там готовятся новые боевики, новая база, готовятся к новому итогу эскалации. Но я думаю, что в целом Украина ничего не уступила бы по этим соглашениям, чего добивался Путин. И поэтому просто надо укреплять украинское государство. Путин не смог достичь главной цели. Он не смог прорвать фронт. Он не смог сделать, осуществить аншлюз по Украине. Он не смог ее осуществить на юге Украины. Он не смог осуществить его в полном масштабе на востоке Украины. Он не смог дойти до Киева, как первоначально, наверное, он планировал. И сейчас каждый день того, что он не может осуществлять свои цели, приближает неминуемый конец его империи, которую он выстрелил. Это однозначно. Кираизм украинских солдат сделал чудеса. В изматывающей, изнуряющей борьбе, когда сложение, когда каждый день погибали наши ребята, реально разваливается на глазах, и развалится обязательно путинская система, его империя. Просто нам надо выждать, нам надо продержаться. Еще чуть-чуть продержаться. Я уверен, что все станет на своем месте. Ну, Михаил Саакашвили, то, что Берлускони и Саркози ходят по Севастополю, они такую же позицию занимали во время войны в Грузии. Берлускони практически открыто тогда поддержал российскую агрессию. Это был единственный западный лидер, который так сделал. И там его внешнеполитический советник подал в отставку знак протеста. А что касается Николая Саркози, то они продали мистрали. Они были гаранторами этого договора, который охранял территорию целостность из Грузии. И как только они продали мистрали, они перестали говорить про этот договор. Но я думаю, что ситуация сейчас другая. Я думаю, что политики не у власти. И сейчас реально есть консенсус насчет того, что, в принципе, эти санкции снять невозможно. Если, конечно, мы сами не заставим кого-то это сделать. Потому что реально, реально, это большое достижение то, что есть санкции. Потому что мы говорили вот про Сирию. Что такое Сирия? Реально, Путин в отчаянии, потому что цена нефти на таком уровне, где она держится, это верная гибель его режима. Вспомни, вот точно так же погиб Советский Союз в условиях Рейгана, когда цена нефти упала приблизительно в тех же рамках. Поэтому, да, поэтому тогда 6,7 доллара, это теперичнее гораздо больше. И что он реально полез сейчас в Сирию, чтобы шантажировать Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты, другие страны, которые определяют цену на нефть. Что я тут, я бандит, так что лучше вы меня послушайте и поднимайте цену на нефть. Это попытка сорвать Ближний Восток изнутренний. Но это отчаянная попытка, это попытка самоубийцы, потому что, ну, первые гробы пошли оттуда, кстати, и в Севастополь, российских солдат. Ну, не может, это, ну, неужели, точно так же она полезла Россия, Советский Союз в Афганистан в конце 70-х. Сейчас он полез туда, откуда с живыми не уходят. И не надо, чтобы они оттуда уходили, на самом деле, эти лёхонькие, потому что надо, чтобы, пусть сейчас побьют себе нос там, чтобы нас оставили в покое. Я думаю, с одной стороны, это ускоряет события, всё, что ускоряет события, приближает их к погибели, всё, что приближает их к погибели, это хорошо для Украины и всего региона. Михаил Сакачвилин. Значит, на прошлой неделе вы сказали, что премьер-министр работает на олигархов. Вы назвали фамилии Коломойского и Ахметова. Премьер-министр сказал, что это неправда, но в итоге было сказано, что тарифы на таможню будут унифицированы, и, значит, это уже будет шаг в сторону борьбы с коррупцией. Вы сказали, что это победа публичной политики, а вот Егор Соболев нам говорит, что всё равно саботаж. Публичная политика и саботаж, они как бы в разные стороны. Ну, во-первых, я хочу объяснить, что было с таможней, и я думаю, то, что Константин Лекарчук рассказал. Значит, я одну из первых задач поставил. Нам нужна дорога Одессарини. Это стратегическая дорога для Украины, дорога, которая решает очень много для будущей страны, потому что это область, на которой работает наш враг, чтобы она взорвалась. В принципе, для того, чтобы это так не было, мы, как украинское государство, должны присутствовать там хорошими дорогами, а сейчас мы присутствуем там самыми худшими дорогами в Европе. Мы должны присутствовать там хорошими новыми бюрократами, новыми нашими сотрудниками, а мы присутствуем, пока что присутствовали, да, не самыми худшими. И мы должны сделать всё для того, чтобы люди нам поверили, потому что, когда туда мы идём, действительно, они должны идти там раз в некоторое время за выборами, а прийти конкретно с людьми. И власть дождалась разговаривать с людьми. Поэтому дорога. В принципе, найти 400-400-500 миллионов в бюджете, где прорывается и крадётся огромное количество, я сейчас вам цифры дам, не должно было составлять труда. Ну ладно, пошли на дорогу и сказали, у нас денег нет, всё, что выделили, украли, украли прежние администрации, так, давайте сейчас мы повысим на таможню, у вас будет повышенное таможенное поступление, и 50% останется на строительстве дороги. После чего, как только это решение было принято, через несколько дней убрали оттуда энергетическую таможенную, вам совершенно правильно сказали, 30% дохода ушло, повысили план на 20%, то есть нам и сыгрались на пёрстке. Не говоря уже о том, что на эту таможню назначали людей, которые не имели ни, не только не имели порядочности, но не имели также никакого достоинства. Там два депутата пришло, к начальнику таможнику, к примеру, и сказал, ты уходишь, всё, всё, пишешь заявление, он перед телекамерой написал заявление и ушёл. Потому что, в принципе, у него нет никакого достоинства, ему нельзя, чтобы постоять, потому что, в принципе, все знают, что, а там они крадут. Вот такая ситуация. Что касается конкретных претензий к работе правительства и о чём я говорил. Всё очень просто, много за эту неделю апелляций было о том, что Саакашвили эмоциональный, он кавказец, у него темперамент такой, ну, вы знаете, он чуть-чуть это, там у него что-то в Одессе не ладится, поэтому он сейчас такой нервный. Я хочу сказать, что я думаю, что это, по сути, ответа нет. И, по сути, ответа на несколько вопросов. Во-первых, что происходит за последний год-полтора? ВВП Украины сократилось. 184 миллиардов долларов до 115 миллиардов. То есть, мы, на душу населения, очень быстро приблизились к уровню, приблизляют Кабона. Украина и при всём уважении к Африке, Кабон. Я, когда учился, ну, нечего аплодировать, это, к сожалению, так. Вторая очень тревожная цифра. Теневая экономика подскочила от 32% до 47%. При работе последние полтора года, вот, в теперешнем правительстве. Теневая экономика подскочила. Сколько бы нам не говорили, что вы боретесь, факты – это цифры международных организаций. Теневая экономика, то есть, подскочила, то есть, гораздо больше гуляет там чёрных доличностей. Это значит, что кто-то поставлен в одни условия, кто-то в другие. То есть, это убивает бизнес, это не отдаёт возможности людям развиться. Ну, не говоря о том, что закрылась 53 банка и пропала, но это не главное, что закрылась. Некоторые банки нужно закрывать, но 400 миллиардов гривен пропало. И, не говоря уже о том, что... И чтобы, когда мы говорим о том, что нужно делать. Я же не просто персональный выступаю, хотя, конечно, надо предъявить спритензи к персоналям. Когда мы говорим о реформах. Если Украина будет развиваться двумя-тремя процентами в год, мы дойдём до уровня 2013 года, кода Януковича последнего. Мы дойдём до этого уровня где-то через 15 процентов. То есть, 15 лет. Через 15 лет. Если не будет радикальных реформ в стране. Поэтому, в первую очередь, мы должны, и к этому претензии, не отвечать на мои обеспокоенности, что... А, это всё брехня. Международные организации говорят, что у нас всё хорошо и напишут книгу, как у нас всё было хорошо. Эта книга уже написана, эти цифры, это книги. И они не очень впечатляют. АПЛОДИСМЕНТЫ Первое. Второе. Главная цифра. Когда мы говорим, почему это происходит. И почему он говорит, что вот, назначили опять коррупционера. И только что мы слышали. Этот коррупционер, конкретно Романенко, помогает нам изоблачать других коррупционеров. А что, честного человека не знайте, чтобы изоблачал коррупционер. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ То есть, у нас были все коррупционеры, а сейчас мы приведём других коррупционеров, чтобы они ещё занимались теми коррупционерами, которые будут. И потом нам другие коррупционеры ещё понадобятся. Как будет коррупционера, коррупционера управлять. И только что мы это слышали. Что 44-5 миллионов украинцев, нельзя было честного человека не найти, чтобы этого бандита на Романенко не назначать. АПЛОДИСМЕНТЫ Это чисто по фрейду у меня получилось. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе. Когда мы говорим об интересах олигархов. Почему так происходит? Почему одно и то же Романенки, там Калетники, его влияние. Кстати, Романенко это не Романенко. Романенко это хомутильник, который это контролирует. И который имеет отношение тоже к Коломосу. Это все знают. И не будем сейчас зубы заговаривать. Но не в этом дело. Почему это так происходит? Потому что меняются власти. Меняются министры. Меняются даже, на последние парламентские выборы очень сильно поменялись депутаты. И много хороших депутатов, кстати, пришло. И в этом зале они присутствуют. Не меняется главное. За последние десятилетия Украину превратили в большое акционерное общество. Где акции принадлежат не одна акция, а один голос. Как каждому человеку. А акции один голос. Есть у кого-то 40% акций, у кого-то 20% акций, у кого-то 7% акций, а у кого 6% акций. И это реальная такая ситуация, что эти акционеры это в руках олигархов. Они там меняют министров. Они меняют там как фидбак директоров, как помощников. Они могут меняться. Но это ничего не означает. Они распределили. И они считают, что они владеют страной. Они решают, кого поднять в общественных пониманиях, кого убить, когда он не понравится. Кого очинить, всякую чинуху, компромат придумать. Кого вообще с грязи достать и вознести до небес. Вот это происходит. И поэтому, когда мы говорим, а это в цифрах выражается, это не мое утюждение. Вы говорите в утюждение. За это время этого правительства. 120 миллиардов гривен ущерба нанесли государственные предприятия, большинство которых очень прибыльные. 120 миллиардов ущерба они нанесли бюджету Украине. То есть 120 миллиардов были заплачены из карманов бабушек, которые получают свои мизерные пенсии, которые упали. 120 миллиардов получили из учителя, которые вынуждены собираться и сейчас рекордом заниматься. Многие из них у родителей вымогать деньги, потому что новый учебник в другой год занят, начался и нет денег на ремонт. Я понимаю, что много сейчас это проблема. То есть 120 миллиардов. Но эти предприятия, они прибыльные. Но они работают не государственные. Они работают. Вот прекрасный пример. Министерство экономики. Министерство экономики, Абрамявичус, обращается подвенцем, установленному госпредприятию, которому принадлежит государство и которому должно подчиняться министерству. Потому что министерство экономики это представитель государства под контролем предприятия. Ух, сияж баш. И говорит, пришлите мне документы. Он говорит, что? Какие документы? А, ну ладно. Они присылают ему по одному документу в месяц. А ему нужно сотни этих документов. Он потом вызывает их и говорит, ты уволен с работы. Кто ты такой, чтобы меня уволить? Кто ты вообще такой? А, ты меня уволишь? Да я тебя сейчас уволю. Выступил директор, обругал Абрамявичуса. Выступил его заместитель, обвинил его во всех смертных грехах. Другое предприятие, горно-химический комплекс. Прибыльнейший. Суперсовременное предприятие. Очень важно. Значит, 80% продукции реализуется через австрийскую фирму-поткладку за гораздо ниже рыночных цен. В первом случае у Ксижмаша. Через английскую компанию, гораздо ниже рыночных цен. Кто контролирует эти, все знают, кто контролирует. Господин Мартыненко. И господин Мартыненко, он гораздо важнее. Вот если Мартыненко вызвал директора, так он на короткий, там по-пластунски прибылся, и пришел в все бумаги, и пришел. Главное, он туда, наверное, и так ходит каждый месяц, и привезли то, что нужно, требуется от него. И поэтому, когда мы говорим о том, что происходит в энергоатоме, укртрансхимамьяки, когда мы говорим, что произошло, например, вы знаете, что из этих, вы прекрасно знаете, конечно, из этих 120 миллиардов, 89 миллиардов, это нафтогаз Украины, ущерб. И да, из них большая часть укртранснафта. Так вот, объявили на всю страну, мы, как правительство, поменяли директора укртранснафта. И пять министров была комиссия. Нашли директора, а потом вспомнили, что с ним не договорились о поплате труда. Это продолжается несколько месяцев, и в результате, несколько месяцев, те, кто контролировал это, так и контролируют. То есть Голомойский. Все очень хитро. Мы вот разбираемся, мы вот ищем, мы вот конкурс объявили. Вот четвертый месяц мне обещают конкурс на Одесскую таможнюю, объявил сейчас, потом еще будет что-то проблема, потом окажется, что еще на чем-то не договорились. Ах ты дней. Ах ты дней. Такого, вот что-то не решили, что-то не объявили, что-то не договорились. Миллионы и миллионы карманы людей. Делали инструкцию. Сегодня, когда мы выдавали зарплату, недавно в область администрации оказалось, ну и все знаем, что там 1,4% идет в фонд обороны, но это и учителя, и врачи, и все платят. Но им это никто не рулит. У людей долги, которые они взяли в результате всех этих, долги, которые они взяли в результате там на квартиру, на машину, на холодильник, взяли валюту, то есть в валюте, и естественно с объяснением валюты, то есть все это идет по ним. Им никто не делает. Им очень объяснил, что они делают. И понятно, экономика это не может поднять. Но экономика может поднять ту реструктуризацию, которую вы сделали, например, Коломойску, 9,8 миллиардов гривен. Экономика может поднять то, что еще дополнительно 2 миллиарда, то, что 2,2 десятка должны были вместе платить, а он почему-то 1,7 миллиарда платит, и то не платит. И то не платит. Откуда? Вот, когда мы говорим, что происходит. А происходит абсолютно то, что все эти, я говорил санимизом министром, симпатичный молодой человек, он говорил, там у них тоже свои госпредприятия в этом, он говорит, мы не можем снять, крыши не разрешать. Кто такие крыши? Я представил какую-то там крышу, которая протекает, которая рот открывает и не разрешает, которая... Ну я с крышем не разговаривал, но мой начальник разговаривает регулярно. Так вот, что бы мы ни говорили, это ответственность правительству. Потому что эти крыши им звонят, и они по их указанию назначают. Они по их указанию не освобождают. Они по их указанию не получают доход для государства. Поэтому мы должны об этом говорить. Знаете, тут ни при чем, кто с кем дружит. Я очень дружил всегда, до сих пор, с Андро Куеташвили, министром здравоохранения Грузии. С семьями дружим, наши дети дружат. Но мы же когда пришли на госслужбу, и это было в Грузии так, это здесь так, для меня и так. При чем тут кумовство? При чем тут дружба? Я сказал, что я ему посоветовал написать заявление. Написать заявление, потому что, не потому что он брзяток брал, правда не брал, я знаю, но не справлялся, потому что все остальные вокруг него брали. Потому что фармацевтическая мафия полностью захватила Минздраву, не вся, давно уже. И поэтому она, что делать? Она финансирует, это из кармана людей. Вот недавно, вот тут есть Белярский район, Арсен Джумадилов, руководитель райадминистрации, принесли, там у директора больницы, аптека открыта, там ниже. Естественно, цены гораздо выше, и он оттуда выписывает лекарства. Пациенту принесли список лекарств, он выбросился и покончил с собой. Так вот, это фармацевтическая мафия. Так вот, я сказал, надо с Андроу уходить, все, потому что ты не смог с ней справиться. Не надо, не надо, не надо, чтобы ты не берешь. Они все вокруг, типа, берут. Он написал заявление, он написал заявление, и он не удовлетворил. Почему? Ну, не насолить, кому-то еще насолить. Еще пусть побудет чуть-чуть. И что у нас есть министр, который снят, но не снят. Ушел, все знают, что ушел, что он ушел, но продолжает сидеть в кабинете, нанимает место. И одновременно продолжается грабеж пациентов, и только 30 пациентов здравоохранения у нас финансируется. Из них реально, реально доходит, может быть, половина до пациентов. Все нужно, за все нужно в наших больницах платить. Так кто несет за это политическое ответственность? Поэтому я думаю, что, все очень просто. Мы должны, произошло скрещивание, когда люди, которые не несут политически ответствующие, потому что большинство из них даже не выбраны, они решили, что это страна их собственности. они решили, что правительство находится только так, и любой политик должен находиться только так, что он обслуживает их интересы, а потом этих политиков на два года подпустят к кассе, там ему дадут, потом они по каруселю пойдут, потом через некоторое время могут еще подпустить. Главное, что куда они идут, главное, акции не продаются. И акции у них в руках. Поэтому я тоже считаю, что народ Украины должен забрать эти акции. Народ Украины должен вернуть себе свою страну. Должен вернуть себе все свои предприятия. Должен вернуть... А как это сделать? Очень просто. Уволить немедленно все наблюдательные советы, все госпредприятия, потому что они каждый день приносят вред народу Украины финансовым измерениям. Изменить, уволить всех директоров. И это все очень просто. Не надо говорить, что он такой, какой он компетентный. Знаем мы, какие он компетентный. Какой он компетентный, если он дойдет ущерб, допустим, 87 миллиардов. Какой он компетентный? Чем это можно произойти? История вот. Слил. Это, так сказать, Уктраснафта опять, по-моему. Слила до 600 тысяч тонн нефти. Куда-то слила, продала. Потом оформила документы, что это перенесли на Кременчужский завод, МПЗ, на хранение. И потом предъявила государству 700 тысяч на 700 миллионов кривен счет за хранение нефти, которой там никогда не было. Извините, но это все, и это факты, это, это все невозможно сделать. Без прокуроров, это все невозможно сделать без всяких финансовых инспекций. Это невозможно сделать без того, что министр в этой сфере сдал. А потом они выдумывают, мы везде объявляем конкурсы, мы объявили приватизацию одесского припортового. Ну, извините, там такая история, что 5% сначала нужно продать на аукционе, посмотреть цену, а потом продать состольную. Слава Богу, мы это остановили, потому что это 5% опять коррупционное, они хотели быстро продать. Человеки говорят, ну сейчас, через некоторое время продадим. А некоторое время, я знаю, полтора года все говорим, что продадим, а за это время каждый день там кто-то хребет деньги. Каждый день кто-то стрижет эти деньги. И говорят, вот мы объявили конкурс. Прошел человек конкурс, очень хороший, там, в министерстве энергетики. Знаете, почему его забраковали? Ни диплом не соответствует украинскому образцу. А какой был диплом? Университет Джона Гобскинса в Вашингтоне. Один из лучших американских университетов. Если бы на Катерину Кивалова закончил, соответствовал бы. Джон Гобскинса, но пока не подошел человек по тем, что Романенко подходит. Поэтому вот об этих вещах мы говорим. Поэтому я думаю, что это очень много людей найти очень легко. Мы сделали конкурс на глав районных администраций. 7 тысяч человек. 26. Никогда, почти никто из них, не был на госслужбе. Был один полковник, там, служил в вооруженных силах. Абсолютная молодежь, новое мышление, светлые лица. Когда мы посадили, извините, с одной стороны, бывших исполняющих, а с другой стороны, этих, это такая, такие две большие разницы, как у нас говорят. И есть эти люди везде. Можно найти не Романенко, нормальных людей. На таможне, кстати, я об этом давно говорю, все очень просто. Не надо рассказывать, что мы, где нам найти людей. Это вообще надо их оттуда убрать. Есть опыт, грузинский. Мы полностью все повинены на компьютер-программу. Это, возможно, кстати, Лекарчук, что мы на этом работаем. Все переводится на компьютер-программу, контейнеры заходят, 15 минут максимум на обработку компьютера, компьютером этого контейнера, максимум 5% досматриваете за счет таможни. Выгрузка, загрузка за счет таможни, максимум за один час даже те контейнеры, которых досматривают, оттуда уходят. Все очень просто. Но кто-то останется без миллиардов. Кто-то. Но народ в Украине останется с миллиардами. Так давайте это делать. Мы в Одессе. Мы это начали делать. Мы визавили все эти нормы и надеемся, что сейчас хотя бы ДФС все это поддержит и поддержит соответствующие парламентские комитеты. Я очень уважаю Георгий Тукан, но я не согласен, что мы на закон должны... Мы должны закон нанести. Сейчас мы внесли одесский пакет реформ. Мы должны обязательно поменять эти законы, которые... Мы должны убрать всех этих брокеров. Они напричем. Брокер это обычное коррупционное звено, которое договаривается с таможней. Каждый брокер имеет и знает, как его таможнике работать. Это все мы проходили. Компьютер. Молодые ребята, которые будут улыбаться, но больше ничего не делать. Их это не должно волноваться. Это мы должны не делать. И еще что мы делаем. Мы сейчас делаем Центр оформления административных услуг, где самое быстрое оформление... То есть все справки, продажи куплей имущества, оформление предприятий. Все будет проходить за считанные минуты. Мы, кстати, Министерство финансов уже подписалось передать эти функции. Аваков поручил с Глади, надеюсь, он не подойдет, передадут МВД, иммиграционные эти функции. Все остальные передадут эти функции. Этот центр строится 10 октября. Так что не нужно, конечно, просто ныть. Мы должны менять, мы должны делать, мы должны новых людей приводить, мы должны новые процедуры, мы должны упрощать. Все очень просто. Когда я говорю о правительстве? Есть тест-реформ. Что такое тест-реформ? Вот есть индекс гаража. Потому что мне, я слышал, премьер-министр говорил, что вот ОФ довольна, мы повысили, мы убрали субсидии, повысили тариф. Это легко сделать. Нет денег, и все, ты людям скажешь, сплати свою карман. Что тут такого? За что нужно тебе памятник ставить, герой? Это, на самом деле, нечеловеческий акт, продиктованный какими-то там обстоятельствами, хотя там тоже нечистотого спроса. Но есть сложные реформы, типа, как создать новую патрульную полицию, для этого требуется опыт, ум, чистота и так далее. Есть элементарные реформы. Вот индекс гаража. Вот что гараж построил человек полтора года тому назад, когда правительство пришло, какие нужны были подписи, разрешения, куда надо было пойти, сколько времени и сколько нужно сейчас. Сколько нужно было, столько и сейчас. То же самое построить дом высотный, то же самое начать бизнес, то же самое оформить какие-то налогов, декларации. ничего же не поменялось. Так в чем выражается реформа? И тут, говорит, когда... И мы должны говорить очень просто и честно говорить с украинцами. Реформа это не просто разговор, что что-то там для красивого классного социала, чтобы кто-то похвалил. Или мы реформируемся, или государство находится под смертельной угрозой уничтожения, исчезновения, деградации, потому что у нас не может через несколько месяцев полностью деморализуется госаппарат. Есть же вы, госслужащие, бывшие и теперешние, вы знаете, в каком состоянии госаппарат. У них нет ни зарплаты уже, ни морального духа, ни уважения никакого общества. Мы останемся без госаппарата, который просто уйдет домой или просто полностью перестанет что-то делать. Мы реально окажемся в ситуации, когда какие-то группы, которые сейчас может быть появятся, даже не, чтобы их будет гораздо больше, в какой-то момент скажут, что мы, власть, а эти группы, кто они такие, никто не будет знать. И люди могут оказать ситуацию, когда даже это будут приветствовать. И это будет дезинтеграция государства. Мы находимся не просто перед угрозой, не третьего Майдана, я совершенно согласен, Игорь Всеволодович, это не будет никакой третий Майдан. Если продолжить дезинтеграция, это будет дезинтеграция государства и смерть идеи заново дискредитации, не только дискредитации, как было после первой оранжевой революции, реально смерть идеи украинской государственности. Конечно, мы этого не должны допустить. Но для этого все должны проснуться. Для этого мы должны полностью перезагрузить правительство. Для этого полностью должны удалить олигархов от управления экономическими вичагами страны. Естественно, убыстрить то, что мы делаем, полностью поменять прокурора, ведь надо не только 4 тысячи, а гораздо больше уволить. Полностью поменять остальные полицейские, и согласен, полностью поменять судей. каждый день, когда они находятся на судейском кресле, это каждая дополнительная угроза украинской государственности. Пожалуйста, людей взять. Я сегодня встречался с активистом, знаете, и хорошая была встреча, но, знаете, вот я тоже их могу понять, потому что они как есть место, когда переходят в рамки закона однозначно. И они говорят, ну, реально так нельзя действовать однозначно, но с другой стороны шлость вперед. там земля, земля распределяет, Триджановский район, лучшие земли, уплыли, глава сельсовета отдал своей внучке, прокурору и каким-то важным дядькам с Киева. И по закону. И они бегают вокруг, они говорят, а по закону можно бесплатно отдавать землю на пляже с золотым песком. Господин президент, я все равно к вам обращаюсь пока, господин президент, потому что так обычно. Нет, я совершенно не обижаюсь, я очень горжусь, что я глава Одесского, да. Нет, так я, пожалуйста, я тоже горжусь, что вы глава Одесской государственной администрации. Но попросу, что вы сейчас не выступали как глава Одесской государственной администрации, вы сейчас выступали немножко больше. Да? Вы говорили о правительстве, вы говорили о будущем страны, вы говорили... Понимаете, я ведь задаю тот вопрос, который задает все общество. Да? Вы пойдете дальше? Пан Сакашвили выступал как президент Украины. Нет. Я не согласен. Я выступал, я выступал как так, как любой гражданин Украины сейчас вам расскажет. Или мы с ними не общаемся. Это так, все люди думают. Мы что, по улицам не ходим? Вы что, я в маршрутке не... Ну, наверное, маршрутки мало ездят. Ездят. Я езжу. Иногда. И что, в маршрутке не ездим, на вокзал, на вокзалы не бывает, два, не бывает, поезда не ездим. И, конечно, каждый человек это вам скажет. Игорь Палец, Тут не идет о каких-то высоких должностях. И тут речь идет о спасении страны. Пане Сакашвили, можно задать одно запитание? Вы сегодня, вот я хочу сказать, что такое коррупция. Коррупция, это не только выгода отримования чиновника, за рахунок того, что он взял какого-то хабаря, используя свое службовое поможение. Коррупция, это и демагогия, и в период выборов, и в период агитации. Дообещается и говорится одно, а в результате совсем другое. Я сейчас скажу дальше, что я мав на увазе, но хочу вас запитать. Если из тех цифр и фактов, которые были названы, будет неправда, что вы сделаете? Вы извините, если не сможете довести, и будут цифры говорить совсем взорванные. Вот как вы, как президент неодноразовый Грузии, поступите, как мужчина, в этом случае? Насколько я понимаю, господин Коломойский прислал своего представителя, который весь вечер молчит, чтобы подождал, пока я выступлю, что вы делаете. Как господин Порошенко своего. И если он там что-то не так сделает, он его из Женевы или забьет, или там накажет, или там миллионаришь, миллионы премии решит в этом месте. Что-то в этом роде, да? А на вопрос ответить, можно ли я тут ни при чем? Как раз, почему, когда все говорят, вот это пиар, у меня единственное оружие, ни ваше миллиарды, у меня нет ни миллиарда, ни миллион. У меня нет каналов, как у вас. У меня нет вооруженных группировок, как у вас. У меня единственная надежда, у меня нет 40 БТРов, как у вас лично. Которые, кстати, не должны виноваться нам, потому что вы, обычный человек, сейчас не должны владеть 40 БТРами, когда мы две машины сейчас искали для того, чтобы выехать в Артис, где совершалось преступление, Бессарабию. Верните на наши БТР, я вам сейчас отвечу. Они не вам принадлежат, это БТР куплено на деньги, дограблено, вот через эти механизмы народа Украины, и эти бронированные каранзии должны вернуться нам, и судить общественную порядку. Вы ответите после этого. И потому, когда говорят, не пиар это, единственная сила моя, вот эти люди. Если вы соврали, что вы сделаете? Ответим. Их поддержка. Потому что у вас есть канал, вы можете завтра выкинуть, любой там это самое, выдумать, и я должен оправдать. Ответь на один вопрос, как мужчина. Что вы говорите? Каждый день. Путин, у меня столько говна никогда не выбрасывалось, как ваши говнометы это делают. Но, и когда я сюда шел, я прекрасно знал, на что шел. И я мне, и прекрасно знал, что есть тут, как только стройнет арсиное гнездо, они вот здесь поднимаются, и очень недовольны. Я значит мужчина, что я это знал. Я прекрасно это знал. Я прекрасно знал, что смогут все, что угодно придумать, смогут все, что угодно приклеить. Но я буду продолжать это говорить. Потому что народ Украины, он гораздо умнее, чем вы думаете. Гораздо умнее, чем ваш хозяин думает. Гораздо умнее, чем все эти коррумпированные романейки и так далее думают. Народ Украины все видит. Народ Украины сделал две революции, в конце концов, которые восхищался весь мир. Народ Украины создал все эти предприятия удивительнейшие, высокотехнологичные, которые вы каждый день грабите, грабили все эти годы. Это народ Украины не такой, не тот, который вы себе вообразили. Успокойтесь, успокойтесь. Не тот виртуальный народ. Так что не надо отвечать за все свои действия. Что вы делаете, если вы сказали неправду? Просто и все. И извините. А если будет неправда? Фактор. Подтверждалась реальность и главное, люди знают, что это правда. Но вдруг вам дали неправдивые факты. Что вы сделаете, как мужчина? Ответьте. Просто и все. Еще раз говорю. Еще раз говорю. Нет 5% того, что вы, 1% я не рассказал, что вы совершаете. Я буду продолжать это выявлять. Я буду продолжать с ним бороться, как и остальные ЛПЗ, как я вынудил их выровнять, и премьер-министр в том числе, выровнять индикаторные тарифы, которые дали источник обороты. Почему он выровнял? Потому что людей испугался. Не меня. Когда я обратился к людям, людей испугался. Почему они не продали сейчас одесские припортовые? Людей испугались. Не меня. Я начал поднять вопрос, но людей испугались. Почему вы прошли, провели закон по парламенту, который наши друзья с неправительством лоббировали? Потому что людей испугались, потому что они пришли к парламенту от имени людей говорили. Мы будем продолжать говорить, мы будем продолжать выяснять эти факты, мы будем подавать их обществу и уверен, общество поставит, расставит все точки над «и» и всех укажет в свое место. Не надо недооценивать украинцев. Вот я все. АПЛОДИСМЕНТЫ